И сразу же от фотосессии передвигаемся к учениям, которые будут проведены вскоре с сотрудниками МЧС, МВД. Ну и более подробно нам сейчас об этом всем расскажет наш гость, который уже в студии, Роман Щедрин, волонтер Лиза Алерт. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Как началось ваше утро? Отлично. Очень рано и долгая дорога к вам. Вам, наверное, не привыкать в такую рань вставать? В принципе, да. У нас поиски зачастую бывают в основном ночные, так что ночная дорога для нас это нормально. Хорошо. Давайте более подробно поговорим о мероприятии, которые у вас уже на днях. В районе Мраморной пещеры у нас состоится 1 числа совместное учение с МЧС, Следственный комитет и МВД России. Кого искать будете? По легенде будет два человека, которые потерялись в лесу. Больше легенды нам особо не дают, потому что это для нас будет тоже новость, неожиданно. Учения должны будут быть максимально приближены к настоящим условиям. Да, да, да. Смотрите, можно узнать вообще, как вы работаете сейчас? Вы работаете все по отдельности. Я так понимаю, что сейчас будет первая практика совместных учений, совместных поисков. Сейчас каждый занимается поисками отдельно, вы не сотрудничаете. Так получается? На данный момент у нас уже есть совместные наработки. Например, со Следственным комитетом вообще очень отлично сотрудничаем. Это, наверное, первая структура, с которой мы стали плодотворно сотрудничать. Но в таком ключе, в таком формате, максимально все, мы еще ни разу не проводили учения. Это будет первый раз для нас. Какой алгоритм поиска у вас, у вашего поискового отряда? Как вы работаете? Ну, смотрите, вот, к примеру, потерялся человек, звонят на горячую линию родственники, сообщают о том, что он пропал. Дальше эту заявку передают уже непосредственно к нам в Крым, если это в Крыму произошло. Дальше девочки инфорги обзванивают, задают кучу вопросов, которые нужны уже нам. Родителям? Да, или родственникам. И уже тогда на этой стадии принимается решение, будет ли активный выезд, либо же это перейдет в инфопоиск. И если есть активный выезд, уже тогда в чатах у нас собираются люди. Те, кто на машинах едут, они просто пишут количество мест свободных. Те, кто пешком, они договариваются, мы собираем и едем. То есть для меня все равно непонятно. Вот кого вы чаще ищите? Взрослые, дети? Кто чаще теряется? Кто уходит? К сожалению, на данный момент большее количество потерявшихся – это люди пожилого возраста, потому что у них присутствуют, к сожалению, некоторые умственные расстройства, которые обостряются и весной, и осенью. И они, наверное, самые незащищенные на данный момент, если не считая детей, люди, потому что деменция, потеря памяти, дезориентация в пространстве и все. К сожалению, в городе на таких людей очень редко обращают внимание. А как часто вот такие ситуации происходят? Очень часто. У нас недавно была ситуация в Красноперекопске. Ну, к сожалению. Как все разрешилось? Расскажите подробно. Печально. Я не могу подробности поиска вам рассказать, потому что это наше отрядное правило. Но могу сказать, что поступила заявка, к сожалению, поздно, буквально там через два дня после пропажи. И мы выехали, мы искали, к сожалению, по горячим следам мы не нашли, но потом нам сообщили, что нашли погибших. А вот как быть людям, родственникам, когда человек пропал? Что им делать? Как найти ваши контакты? Как к вам обратиться? Наши контакты можно найти либо в социальных сетях, в ВКонтакте есть группа, либо же номер телефона горячей линии. Я думаю, что его вообще должны все запомнить. 8 800 754 52. Это бесплатная горячая линия по всей России. И там подскажут, что делать, куда звонить. Обязательно подавать заявление в полицию. И, конечно, не медлить. Если у вас ребенок не пришел в школу, то звоните лучше сразу. Лучше мы потратим свои ресурсы, свои, грубо говоря, финансы на бензин, поедем, и потом нас развернут, скажут, что все нормально, чем доведет до трагического случая. Ну вот смотрите, все равно немножечко непонятна ситуация. Вот ребенок, звонит родитель, что у него потерялся малыш. Ну совершенно непонятно, куда может пойти ребенок. В лес, куда он может пойти? К друзьям. То есть вроде бы такие точки, по которым он может сам отправиться. То есть это друзья, родители, в школу где-то погулять, родители и сами проедут. А как понять, куда он ушел? Как вы это делаете? Это какой-то, ну, дар особенный? Ну, нет, дара никакого нет. Это на самом деле большая наработка отряда. Отряд существует уже около 9 лет. И поэтому много случаев было. И опыт у нас огромный. Мы делимся друг с другом этим опытом. Если, получается, у нас есть разные категории. Есть дети, есть подростки, есть уже более старшие люди. И вот, если что касается детей, там, конечно, все опросники, что именно. Возможно, у ребенка есть какие-то заболевания. Возможно, ребенок просто там ушел куда-то, куда ему было интересно. То есть он чем-то увлекается, вот ему что-то интересно, и в этом районе что-то есть. Если это подросток, это более тяжелый случай. К сожалению, у подростков начинается переходный период, и здесь уже совсем все очень тяжело. Трудно проследить логику, да? Да, у нас это для нас считается очень тяжелые поиски, потому что и друзья бывают, скрывают, что он где-то у них находится, и многие другие ситуации, которые нам приходится отрабатывать и прорабатывать. Ну, хорошо, смотрите, ваша технология нам понятна. Потерялся ребенок, позвонили, вы его попробовали найти, и, конечно же, если это все очень хорошо закончилось, ну, потрясающе. Как вы сейчас хотите сотрудничать, как вы хотите, ну, вместе со следкомом, МВД, с МЧС, как вы будете на этом учении, и как в дальнейшем будет происходить? Работа, наверное, немножечко поменяется? Ну, основные задачи на учениях – это совместно наработать совместную работу, грубо говоря. Это будет штаб, в котором непосредственно будут все представители, и мы будем отрабатывать примерно по тому, что мы знаем, куда человек мог пойти. У нас в лесном поиске изначально работа ведется на отклик, то есть мы даем шанс тому, что человек в течение определенного времени в любом случае еще живой, и он может откликнуться, если нет других условий. И в таком случае мы работаем по линейным ориентирам, выходят группы в лес и начинают уже работу на отклик. При этом у нас, мы договорились, что у нас будут совместные группы, то есть и будут члены отряда, и члены МЧС, и других ведомств совместно будут выходить в лес. Ну, там уже будем учиться, а в штабе уже, конечно, будет более плодотворная работа. Роман, правильно я понимаю, что главная цель этих учений – это продемонстрировать наработанные навыки и обмен опытом? Да, безусловно, и научиться вместе содействовать. Содействие. Наверное, все-таки сверху всего стоит надо всем в первую очередь. Роман, я вот уверен, что наверняка наши телезрители уже заинтересовались вот такими поступками волонтеров, и наверняка не исключено, что кто-либо захочет к вам присоединиться. Вот если человек хочет к вам присоединиться, какие шаги ему нужно предпринять? Либо же найти нас в ВКонтакте, группа «Лиза Алерт Крым», это, наверное, самый простой доступ, или же позвонить по номеру 8 800 754 52. А ограничения какие-то есть? Да, с 18 лет. У нас ребята ходят на поиск с 18 лет, дальше ограничений никаких нет. То есть работа для людей найдется разная. Если человек не может ходить, ему тяжело, то он вполне может дома отвечать на звонки, либо прозванивать. Ну, смотрите, наверное, тоже должны быть какие-то учения для тех волонтеров, которые пришли. Они же не могут прийти и сразу же... Прошу прощения, время нашего эфира, нашего диалога, вернее, подходит к концу нашим телезрителям. Я хочу напомнить, что в гостях у нас был Роман Щедрин, волонтер «Лиза Алерт», который будет принимать участие всем своим отрядом в масштабном поисковом учении. Но, Роман, вас пока что мы отпустить не можем. Я предлагаю пройтись в нашу фотозону, сделать памятный снимок. Да, это наша фотозона, поэтому отмечайте нас на фотографиях, а сейчас... Давайте вас в центр, вы у нас гость сегодня. Смотрим прямо в камеру и говорим цифра. Раз, два, три. Цифра! Цифра!